Казахстан В индустрии моды принято говорить о двух категориях одежды – масс-маркет и люкс. Приверженцы масс-маркета – это большая часть населения, желающая идти в ногу со временем, не тратя при этом больших денег. В то время как продукцию класса люкс может позволить себе далеко не каждый. Конечно, представители отечественной фэшн-индустрии не выпускают футболки из крокодиловой кожи за 91 тысячу долларов, как это, к примеру, делает Эрмес. Но в то же время они не торопятся брать пример с H&M или Zara. За рубежом масс-маркет более этот бизнес поставлен лучше. У них есть цеха, есть заводы. У нас в основном единичные экземпляры костюмов, поэтому тираж небольшой, поэтому цены и получаются такие. И для того, чтобы они, грубо говоря, продавались по Казахстану, это, конечно, в идеале не хотят. Но проблема в том, что у них нет такого огромного финансирования. Только из-за этого происходит, что они делают такие капсульные маленькие небольшие коллекции. У нас очень, скажем так, ручная работа. Мы не успеваем, поэтому стараемся делать эксклюзивно. Цена, я скажу, не так важна для нас. Для нас самое главное, чтобы это было качественно, эксклюзивно и красиво. Дизайнеры не могут с потолка брать сумму. Говорят, ах, я вот, знаете, Аида Кауменова, дай-ка я поставлю себе 150 тысяч. Для того, чтобы этим задуматься, нужно сначала просто подумать, сколько вы готовы отдать за эту вещь. Если вы не готовы отдать за эту вещь, ради бога, у вас есть альтернатива. Часто на помощь простому жителю приходит незаменимая барахолка с тоннами товаров из соседних стран. Китая, почти родной Турции и даже Киргизии. А продукцию родных дизайнеров потребители не жалуют. Почему? Я была в нескольких бутиках. Не так много одежды, но в основном это такая тяжелая, одежда на выход. Это больше не для повседневной жизни. У Салты был такой зеленый-неоновый, как там была, маечка такая. Ну, блин, вот эта вот маечка, вот такой вот отрезочек, он стоит, не знаю, сколько там, 30 или 20 тысяч. То, что привозят за рубежа, у нас стоит намного дешевле. Не вижу смысла покупать там тряпочку какую-то за 20-30 тысяч. Главное, чтобы было хорошее качество, было комфортно, ну и все-таки стильно должно быть. Я, к сожалению, не покупаю, вообще не следую казахским дизайнерам. Я думаю, следует сделать цены пониже для людей, чтобы они хотя бы распространяли на себе, как ходячие рекламывали. Недостаточное развитие фэшн-индустрии еще не говорит об отсутствии талантливых модельеров. Творения некоторых казахстанцев известны далеко за пределами нашей страны. Однако как скоро отечественные дизайнеры предложат нашим гражданам доступный, качественный и модный продукт? Для того, чтобы это развитие было, для этого, чтобы для малых предприятий среднего класса были определенные хорошие налоги, чтобы люди могли здесь производить. И тогда будет вытесняться импорт, тогда будут отечественные производители делать и работать. И тогда вы, казахстанцы, и я, казахстанец, будем покупать их вещи. Для того, чтобы создать успешную коллекцию, для этого нужно помимо самого дизайнера и его материала в ткани, нужно ведь еще добавить к нему производственный отдел, отдел маркетинга, отдел сбыта. Скажем, кто бы заниматься непосредственно реализацией, плюс разработать какой-то рекламный вижел. Это огромный механизм. И наши дизайнеры, к сожалению, вынуждены просто быть семь пядей во лбу. Искусство искусством, да, но кушать хочется каждый день, да, поэтому для того, чтобы у тебя на хлебушке было масло и колбаса, для этого нужно постараться поработать. Сколько усилий было предпринято казахстанскими дизайнерами в борьбе за выход на масс-маркет, достоверно неизвестно. Но, вероятно, пока недостаточно, коль скоро мы до сих пор не видим на улице в казахстанских городов одежду с лейблом Made in KZ. Однако, не все так безнадежно. У нас все хорошо, все нормально. Рано или поздно к этому все придет и будет лучше. Сейчас, если говорить в глобальном смысле, да, казахстанцы очень хорошо одеваются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова